здравствуйте дорогие друзья с вами мотоцеллан бастион сегодня будем разбирать такую же вытрепещущую тему как приводная цепь потому что очень много людей стало приходить последнее время и спрашивать немножко некорректно наличие приводной цепи то есть допустим мне нужна цепь на центурион битрикс или цепь на ттр 250 и все уверены что по марке и модели можно стопроцентно определить какая цепь ставилась на такой мотоцикл завода на самом деле нет объясню почему то есть разберем на примере допустим ирбис ттр 250 во всех его модификациях то есть rb ра то есть у них очень много там было разных модификаций вот и на ирбис ттр в различные годы на различные модификации ставились цепи 520 525 и 530 и угадать это практически нереально то есть поэтому если вы приходите допустим в магазин выбирать цепь приводную вам обязательно нужно знать размерность цепи то есть размерность и количество звеньев естественно то есть если вы придете со своей цепью все будет гораздо проще но если возможности нет снять собой цепь то соответственно нужно искать на ней маркировочки вот допустим вот тут сейчас здесь вот цепь цфр 520 аж то есть 520 саморазмерность цепи 428 420 520 525 то есть их великое множество сам размер обозначает грубо говоря соотношение двух показателей расстояние между двумя точками соединения грубо говоря шаг звена и толщина вот эта толщина то есть по крайним по крайним 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 будет по крайним частям звена вот то есть чтобы вместо двух параметров общем сделали один для облегчения подбора и вообще в принципе вот это первый момент второй момент разберем тоже приходится рассказывать прям от каждому первому человеку разницу между цепями почему допустим 1 цепь стоит 970 рублей 2 цепь стоит 990 рублей 3 цепь стоит аж две тысячи семьдесят рублей при том что размерность у них одинаково то есть все идут 520 цепи просто они так скажем содержат себе разную спецификацию начнем с самой простой цепи то есть это 520 цепь на 104 звена самое что ни на есть обычно которая как раз таки ставится на большинство мотоциклов завода сделано это для того чтобы снизить так скажем цену продажи экономия на комплектующих разберем то есть цепь сама по себе самое что ни на есть простая видно что толщина звеньев не шибко большая стандартные звенья ну такая цепь так скажем без ухода прослужит вам ну возможно месяц полтора не больше из за ней не ухаживать сразу сделаю сноску по поводу ухода то что все слова которые сейчас буду говорить про цепи при отсутствии ухода аннулируются грубо говоря за какую цепь бы вы не взяли если вы за ней не ухаживаете то есть не пользуйтесь смазкой очистительным цепи именно теми которые предназначены для цепей все каждый из этих цепей сколько бы она не стоила она у вас растянется в не буквально там полутора-двух месяцев в лучшем случае вот теперь продолжим теперь сравним допустим две цепи здесь идет цепь самая простая обычная здесь цепь идет уже усиленная то есть 520 усиленная цепь ну тут на 120 звеньев на эту роль не играет данной ситуации смотрите элементарно толщина звеньев то есть видно какие звенья идут толщиной на обычной цепи и какая толщина звеньев идет на усиленной цепи и это при разнице грубо говоря в 20 рублей всего то есть вы доплачиваете 20 рублей вы вместо обычной так скажем цепи из консервных банок получаете цепь уже что-то более-менее приемлемое так скажем пригодное для использования а при должном уходе она вам но сезон полтора как бы спокойно отслужат если вы будете правильно за ней ухаживать теперь перейдем так скажем к самые заряженные цепи которые возможны из данного сегмента это 520 усиленная сальниковая цепь многие задаются вот вопросом как раз таки в чем преимущество вообще что такое сальниковая цепь . договоришь для всех это просто неизведанный лес так вот что видно было сальниковая цепь заключает себе такую суть вот в этих бабушках в этих соединительных завода внутрь запрессована смазка то есть грубо говоря специальный гель и который держится внутри посредством вот этих вот сальников вот они не знаю видно не видно вот здесь точно видно вот здесь сальнички находятся так а соответственно это продлевает срок службы цепи потому что вот эти цепи как ты не смазывай как за ними не ухаживай внутрь бабушек ты никак не загонишь смазку при всем желании то есть любом случае цепь рано или поздно изнутри окажется сухой даже если я будешь постоянно обрабатывать сальниковая цепь эту проблему решает но у нее свою очередь есть но не скажу что это минус скорее особенность наверное то есть она очень чувствительно к очистителем цепи то есть если эти цепи можно в случае чего допустим иногда бензином помыть разок-другой как бы ничего страшного с ними не случится то эту цепь бензином мыть уже точно нельзя то есть суть в том что эти сальники они идут изначально не бензостойки то есть если вы будете бензином промывать постоянно они у вас просто растворяться и у вас считай сальники растворяться и цепь ослабнет вот в этих местах то есть соединение вот этих двух звеньев и вот этих двух соответственно ну то есть у вас ее можно будет просто выбросить потому что заклепки начнут болтаться это будет не цепь вопрос погремушка бесполезно вот да она стоит подороже но действительно смазка которая запрессована внутри при правильном уходе она так скажем оттуда не удалится прям до конца до финала использования так скажем и поэтому эта цепь при должном уходе может прослужить вам как бы и 2 и 3 и в некоторых случаях и 4 сезона все зависит от стиля езды то есть если прям нагружать там дрючить предположим на красочах опять же на высокообороте так допустим четыре сезона она не отслужит конечно же но по крайней мере два сезона 23 сезона уже это гарантированно будет в отличие от этих то есть в принципе как бы всем ясно что в идеале если есть возможность так скажем финансовая там за две с лишним тысячи две с копейками купить сальниковую цепь то естественно лучше это и сделать то есть вы не переплатите ни в коем случае вы в перспективе даже сэкономите на замене других цепей то что эта цепь вам прослужит три сезона предположим это цепь сезон и вот три раза как бы заменим такую цепь она стоит там без 30 рублей 1000 это грубо говоря почти 3000 рублей и здесь вы заплатите просто 2000 на три сезона и у вас не будет там проблем с замены то есть не надо будет ничего покупать опять же искать менять и никаких у вас вопросов возникать не будет опять же вот этот пример разбираем на так скажем на примере не очень дорогих цепей то есть данные цепи вот sfr они прекрасно подойдут именно для преимущественно мало кубатурной техники то есть ну для 6 соток предположим они уже едва ли подойдут даже для 4 соток я бы порекомендовал допустим уже следующий какой-то сегмент цепей посмотреть ну предположим дидовские цепи японские они у нас тоже есть наличие то есть мы обязательно разберем почему именно дидовская цепь почему она столько стоит и вот превосходит по качествам по своим все цепи вот такого плана то есть если уж брать так скажем простенькую цепь недорогую то нужно качественные с полной ответственностью отнестись к его выбору иначе просто вот понимаете не во всех грубо говоря места где вы иногда затаривать и запчастями объясняют такие моменты вот мы допустим стараемся всегда это сразу объяснить человеку а уже дальше выбор стоит за ним потому что некоторых местах вам просто дадут такую цепь грубо говоря самую простец ку скажет прекрасная цепь там будете катать без проблем вообще там и зиму и лето там еще внуков внуки до катаются еще на ней на самом деле это не так то есть не нужно возлагать сложных надежд каких-то прям облачных на цепи там которые стоят там предположим 970 рублей само собой она у вас не отходит там три сезона при всем желании вот так что еще хотел сказать по поводу подбора сказал на то что обязательно нужно знать размерности количество зрений в потому что я это никак не смогу узнать если вы допустим ко мне придете за подбором тут уже вот вообще без вариантов будет вот по большому счету наверное относительно цепей это все а еще обязательно знаете какая цепь вам нужно потому что были такие ситуации когда человек приходит говорит что ему нужна цепь на 104 звена и он на самом деле грубо говоря не знает какая мы нужна цепь то есть грм там электростартера или приводная просто для справки так скажем это приводные цепи те цепи которые передают в крутящий момент грубо говоря с ведущей звезды на двигателе на заднее колесо посредством ведомой звезды то есть это цепи приводные так ну собственно по поводу цепей все приходите на эмоцион бастион я может быть еще что-нибудь новенького расскажу по поводу цепей и вообще в принципе